Зовут меня Ислам. Я сам местный. Ну, не со Славянска, здесь, с областью. В ополчении я потому, что ко мне домой пришли чужие люди и указывают, как мне жить в моем доме. Устанавливают мне правила, хотя сами жить не умеют. Одно только, у меня впечатление такое, что они зомбированные какие-то, то есть совершенно без мыслей. Они воюют против нас, не понимая, какие цели они, зачем они против нас воюют. Их как баранов сюда пригнали, платят на карандаш какие-то деньги нереальные, заставляют воевать. Я тоже гражданин Украины, ну, просто гражданин был Украины, я даже разговаривать по-укрански не умею. Теперь я не считаю себя таковым. Я согласен полностью со своим товарищем боевым. Да, это даже больше, чем фашисты, вернее. Даже у фашистов был какой-то кодекс, у этих людей кодекса нет. Понятия чести у них нет. Занимая населенные пункты, они местное население, которое мирное население, даже немцы не трогали мирное население. Они вытворяют такое, мне тяжело об этом говорить, но... Они в моем доме пытаются установить свои порядки. Хотя сами жить не умеют. Абсолютно не умеют жить. Стремятся туда, где гомосексуализм возведен в норму, наркомания возведена в норму. Наживаются на этом. Это кумовство, постоянные взятки. Все через взятки делается. Через... Ну, не хочу я... Ну, грязь эта вся. Они это несут сюда, хотят... Сами захватили власть и говорят, что кто-то плохой. Сами жить научитесь, тогда что-то разговаривайте. Американцы эти вечно тыкающие, как затычка в бочке. Хер знает откуда. Они указывают, что правы мы здесь или не правы. Идите к себе домой и дома у себя там думайте, кто там. Я к вам не лезу домой. Ну, и к себе домой я лезть не дам никому. Это мой дом. И здесь либо будет так, как... Либо меня не будет, не знаю. Ну, при мне так, как они хотят, не будет. Я лучше коснись здесь, лягу, ну... Когда бомбили Славянск 3-го числа... Я уже ранен был на тот момент. Был в госпитале. Прибежала женщина в госпиталь. Ну, я ходячий был и с оружием, поэтому... Ну, стояли как бы как в охране, как в карауле охране. Помогали по мере возможности. Прибежала женщина, говорит, помогите, ребята, забрать девочку у меня. Дочку ранила. Взяли носилки, побежали в госпиталь. А доктор показывает, девочки нет. Никто не может сказать этой женщине, что девочка погиб. Она сидит и спрашивает, ну, как там моя дочка. Никто не решается ей сказать, что дочки нет. На следующий день на химике, недалеко от Семеновки, разбился камазист. Попросили помочь забрать круп, но ездили в морф. И когда заносили этого камазиста, я увидел эту девочку. Девочке 6 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...